Внешне модернизированный образец Т-72Б3 незначительно отличается от базовой версии. Изменения коснулись прежде всего силового агрегата и электронной начинки. Здесь установлен 1130 сильный двигатель, силовая установка более мощности. Установлена новая цифровая радиостанция Р-168 Акведук, а также новая динамическая защита системы Реликт. Кроме прочего, установлен встроенный комплекс Контакт-5, который в два раза увеличивает защищенность танка от кумулятивных снарядов и в полтора от подкалиберных. Сейчас мы находимся на месте наводчика танка. Здесь многое изменилось. В частности, рабочее место стало более эргономичное. Появился вот такой 12-кратный прицел Сосна-У, хотя от старого дублирующие фактически системы и не избавились. И вот такой вот монитор, на котором мы видим тепловизионный канал. Все, что мы видим в прицеле, также отображается на мониторе. Если нужно рассмотреть какой-то объект, мы можем его приблизить и рассмотреть получше. Огневая мощь, безопасность и мобильность. На этом сделан основной акцент при модернизации. Передовые технологии позволяют снять часть операции с экипажа, увеличив скорость реакции танка на возникающую угрозу. На месте механика водителя тоже многое изменилось. Принцип управления машиной остался тот же, а вот информативности стало гораздо больше. Специальный монитор позволяет видеть информацию о всех силовых агрегатах. Давление и температура воды и масла, обороты двигателя, скорость. Все, что нужно механику водителя во время движения. Помимо этого, есть камера заднего вида, которая позволяет спокойно парковаться. Такого рода доработки значительно увеличивают боевой потенциал машины. На танковом биатлоне отечественные специалисты стремятся выжимать из нее максимум. Мы болеем за белорусов и ждем их с победой.